привет я леонид парфенов как и обещал неделю назад сегодня на парфеноне официально youtube премьера второго фильма проекта глаз божий начать хотел с известных строк осипа мандельштама о картине клода мане сирень на солнце и собрания сергея щукина мандельштам конечно бывал в гмн за их государственном музее нового западного искусства так после национализации именовались коллекции щукина и морозова стихотворение написано в тридцать втором году художник нам изобразил глубокий обморок сиреней и красок звучные ступени на холст как струб я положил краски как струб я на полотне импрессионисты это такой русский язык от которого не имеешь первый фильм который мы выложили неделю назад он про дореволюционный период время формирования коллекции ивана цветаева ивана морозова сергея щукина их сохранение в советский период время действия второго фильма оказывалось порой даже более трудной задачей и не в войну в мирное время роковым был 1948 год тогда во всем закручивали гайки генетику объявили лженаукой шостаковича и прокофьева формалистами от музыки эйзенштейн оказывается принизил во втором фильме иван грозный прогрессивные войско опричников и так далее так далее и в этой логике запретительства государственный музей нового западного искусства получил свое зубодробительное постановление о ликвидации даже не о закрытии как рассадник и и в здании музея бывший особняк морозова въехала свежеобразованная академия художеств ссср об этом фильме есть так вот за этот 1948 год президент академии художеств александр герасимов свою очередную сталинскую премию получил за картину и в сталин у гроба а а жданова но это в чистом виде христос у гроба лазаря вот такой насаждался академизм такие каноны прекрасного а вскоре и коллекции ивана цвета его слепков шедевров античности средневековья возрождения государственному музею изящных изобразительных искусств тоже пришел конец брали эту экспозицию и в роскошном здании на балконке был музей подарков и в сталину к 70-летию вождя сорок девятом году от этих заморозков долго потом оттаивали от борьбы с безродным космополитизмом снова к признанию мировой культуры и пониманию отечественной как его части к очередям опоясывающим пушкинский музей на знаменитой выставке 70-х 90-х сокровища гробницы тутанхамона шедевры музея метрополитен джаконду тогда привезли потом эти великолепные экспозиции о взаимопроникновениях москва-париж москва-берлин свидетелем всей этой истории была ирина александровна антонова которая пришла работать в пушкинский музей сразу после войны в сорок пятом году а с 1961 52 года была директором музея ныне ирина александровна президент пушкинского музея огромное вам спасибо огромная благодарность за то что поверили в наш замысел дорогая ирина александровна что сотрудничали с нами на этом проекте существенное дополнение выдающийся русский предприниматель и великий коллекционер иван морозов скончался неполных 50 лет в 1921 году на курорте в карлсбаде панихида и памятное заседание проходили в париже где морозов поселился в эмиграции об этом подробно сообщала эмигрантская пресса а уже в 90-е годы когда про морозова стали всерьез писать специалисты не обнаружили могилу и полагали что может быть архивные документы о захоронении были утрачены во время гитлеровской оккупации парижа и мы фильме сообщили что могила утрачена а когда глаз божий показали в эфире отозвался россиянин живущий в карловых варах в тогдашнем карлсбаде что нет не увозили тело морозов похоронили там где он скончался на средства сунь инвестора нашего фильма дмитрия рыболовлева надгробие которые не знала ухода больше 90 лет отреставрировали и уход за ним оплачен на годы вперед так что теперь на старом карловарском кладбище можно поклониться человеку который привез в россию девочку на шарик но чисто технически мы внести коррективы фильм не могли как известно в прошлом году была великолепная выставка коллекции щукина в фонде луи виттон в париже огромный фурор продление сроков 1 миллион 200 тысяч посетителей и вот я недавно узнал от нового посла франции в россии госпожи сильви берман что на 2020 год запланирована аналогичная выставка коллекции ивана морозова она пройдет в париже в москве в петербурге вот еще и таким образом будет восстановлена справедливость в отношении этого блестящего русского европейца и так глаз божий фильм 2 приятного вам просмотра москве москве м 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 Субтитры создавал DimaTorzok Три зимы подряд, начиная с 1918-1919 годов, музеи изящных искусств даже не топят. Текут крыши, крошится мрамор. Вся прежняя Россия, как классик сказал, слиняла в три дня. Города течают, не работает транспорт, нет электричества, водопровода, канализации, дома топят мебелью, нет продовольствия и лекарств. Замерзшие, грязные, голодные люди, как звери, выживают. Среди этого океана варварства военного коммунизма все же не тонут три островка утонченной культуры. Музей на Волхонке, коллекция Сергея Щукина в Знаменском переулке и коллекция Ивана Морозова на Пречистенке. Три островка сведут потом до двух, а потом и вовсе до одного. Музей на Волхонке, коллекция Сергея Щукина в Знаменском переулке и коллекция Сергея Щукина в Знаменском переулке. Но какое классовое воспитание могут дать картины, купленные капиталистами? Коллекции Щукина и Морозова проверяет Рабоче-крестьянская инспекция, грозное ведомство большевистского контроля. Итак, товарищи, давайте сносить сведения о музее в сводную таблицу. Итого, в данной экспозиции 731 произведение. Далее по разделам. Беспредметные, то есть непонятные для зрителя, хотя сюжетные. Так, и сразу процентовки. Далее. Вот. Понятные, но, так сказать, не отражающие общественных проблем. Процент посчитан 7,4. Здесь промежуточная статистика по теме труда и рабочего быта. Отдельно активно революционные картины, отдельно безидейные, протокольные и портреты. Вот, так, сюда же, сюда же, значит, дореволюционные и мелкобуржуазные, пиши. Товарищ председатель, в разрезе, так сказать, внутренней тематики враждебных, пролетариату классов, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 6 подпук. Была идея собрать все музеи. Пусть будет единый комбинат искусств, а над ним шефствуют рабочие какого-нибудь завода. Товарищи, факты – упрямая вещь, а они вопиют. Мелкая и средняя буржуазия представлена на 42,9% картин музея. А рабочего класса всего до 9 картинах, что процентом соотношение составляет 2,18%. О какой прослойке партийного искусства может идти речь в данном музее? Великие коллекционеры-эмигранты о классовой оценке своих собраний не узнают. Уже в 21-м году в Карлсбаде умер Иван Морозов, не дожив до 50-ти. Могила его потеряна. Сергей Щукин был гораздо старше, но прожил гораздо дольше и упокоился в 36-м году на кладбище Монмартр. Он не застал своего внука Андре Марка. Тот вырос в роскошной квартире деда в 16-м квартале Парижа, где вдова Щукина, Надежда Афанасьевна, сохраняла уклад старого московского дома. Моя бабушка жила, как будто это 19-19 век. И когда я говорю о этой границе здесь, это тоже была граница между 19-го и 20-го века. Французские законы не признают безвозмездной национализации. И в тяжбе с Российской Федерацией Андре Марк добивается достойной компенсации за коллекцию деда. При сохранении ее, конечно, в музеях. Я чувствуюсь на одной стороне как Штюкин, и я стараюсь размышлять как Штюкин. И, например, не знаю, поставить эти картины на рынок, я неплохо, какие-то бабки, у всех пригодится. Но как Штюкин это не могу. С тех пор, как в 1908 году еще сам Штюкин стал пускать к себе домой посетителей, у шедевров его коллекции нашлось много подражателей. Русские художественные революционеры даже приняли Штюкина в свое первое объединение – знаменитый «Бубновый валет». Пока любая революционность в чести, доморощенные Матисы, Сезаны и Гогены успевают выйти на свою дорогу. Возник русский авангард. Ни на что не похожий и самый радикальный. В конце 1927-го, в начале 1928-го года в Москве несколько месяцев живет Альфред Барр, будущий основатель Музея современного искусства в Нью-Йорке. Здесь, в доме Сергея Щукина, и там, в доме Ивана Морозова, он видит именно такой, самый первый в мире музей современного искусства. Тогда современные в музее не собирали. Как понять, что из нынешнего ценно? Музей – они для классики, для проверенного веками. Вот как два московских купца опередили свою эпоху. Вскоре дом Щукина заберут. В нем потом будет наркомат обороны. Военное ведомство здесь до сих пор. Обе коллекции, весь Государственный музей нового западного искусства, переуплотнив, втискивают в дом Ивана Морозова. Здесь немыслимая концентрация шедевров. Такое впервые. 20 лет у страны будет цельный художественный музей, равного которому нет во всем мире. Наискосок от музея изящных искусств вскоре его переименуют в изобразительных, так, мол, своевременнее. Взрывают храм Христа Спасителя. На месте Исполинского собора должен встать в несколько раз больший дворец Советов. Самое гигантское здание в мире. Макет колосса, помесь древнего Египта и Рима, со статуей Ленина, задевающей рукой облака, выставляют в итальянском дворике. Творение калетов – символ величия и мощи нашей Родины. Музей изобразительных искусств собрано все, что было до сих пор. А теперь наступает венец творения – сталинский ампир. Во главе с вождем, все политбюро и Максим Горький, как главный деятель советской культуры, приходят в музей утверждать проект циклопической пирамиды. Разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы. Открытую рядом станцию первой линии метро, будущую Кропоткинскую, называют Дворец Советов. Это новый храм Веры. Парк Культуры. А дальше – Парк Культуры, новый храм Прекрасного. Качели-карусели, мороженое, пиво, Тир, фонтан и скульптуры. При музее изобразительных искусств, как сокровищница античных идеалов, работает мастерская. Здесь, в подвале. Тиражируют слепки со слепков, выбирая героев древности по мускулистии, чтобы, стоя на стадионах и в парках, служили бы образцом для советских физкультурников. Первую оригинальную героиню советской античности – девушку с веслом для ЦПКО – скульптор Иван Шадр еще ваяет обнаженный. Более массовая модель – Ромуальдо и Отко, в футболке и в трусах. Была такая игрушка – «Одень кукву». Советская Венера стыдливая – это не божественная красота, а от тренировок. Вот. Еще лозунг того времени. «Не трусь, надень трусы». Потому что ведь надо и показать физическое здоровье, и соблюсти общественные приличия. Вот. Ну весну еще и дать, чтобы он не бездельница гребет. Пожалуйста. Красота готова к труду и обороне. В войну художественные коллекции из Москвы эвакуируют. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра. Музею нового западного искусства открыться уже не будет суждено. Всю вторую половину 40-х в стране-победительнице закручивают гайки. Одно за другим выходят постановления о чуждых явлениях в литературе, кино, театре, музыке. Найдены враги даже в биологии и языкознании. И везде утверждены новые образцы. Вот как должно быть по-советски. Как девушка с веслом, тогда самая известная скульптура, так Сталин и Ворошилов на прогулке в Кремле самая известная советская картина. Ее автор, Александр Герасимов, поставлен во главе Академии художеств. Эти трое художник Герасимов, герой Ворошилов и вождь Сталин погромщики Государственного музея нового западного искусства. Ворошилов, как заместитель Сталина в правительстве, еще и отвечает за культуру. Герасимов приводит Ворошилова в возвращенный из эвакуации музей, понимая, на что и как среагирует маршал. Вот, Климент Ефремович, мы попросили наших музейных работников распаковать кое-какие, позволяет сказать, образцы. Вот, пожалуйста. А что, мне это даже нравится. Да, но тут-то и начинается, кстати, отход от реализма, понимаете? Или... А, вот. Полюйтесь. Или вот. Пожалуйста. А вот. Вот. Нет. 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 КОНЕЦ 6 марта 1948 года выходит постановление Совета Министров номер 672. КОНЕЦ Государственный музей нового западного искусства в Г. Москве содержит безидейные антинародные формалистические произведения западноевропейского буржуазного искусства, закупленные московскими капиталистами в конце 19-го – начале 20-го ВВ, которые явились рассадником формалистических взглядов и низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма. Показ коллекции музея широким народным массам политически вреден и способствует распространению в советском искусстве чуждых буржуазных формалистических взглядов. Совет Министров Союза СССР постановляет ликвидировать Музей нового западного искусства в Г. Москве. Председатель Совета Министров Союза СССР И. Сталин. Ну а как иначе? Какими бы академиками были живописцы социалистического реализма, если бы здесь по-прежнему висели Гоген, Сезан, Матис, Пикассо? И квартирный вопрос тоже решили именно в великолепный дом Ивана Морозова. Вместо этих антинародных формалистов упадочной буржуазной культуры эпохи империализма вселяется Академия художеств СССР. Очень советская история. Не просто уничтожить врага, а еще и занять его жилплощадь. Самые вредные, на официальный взгляд, картины могли и вовсе уничтожить. Остальные распылить по областным галереям. Директор Пушкинского музея, скульптор Сергей Меркуров и директор Эрмитажа, академик Иосиф Арбели, по сути, спасают коллекцию, поделив ее и убрав хранилище. То, что покрупнее и порадикальней, отправляют в Ленинград. Там и места побольше, и от начальства подальше. На стенках прозрачного макета картины из Пушкинского цветные, из Эрмитажа черно-белые. За 70 лет, что не висят они вместе, это первое наглядное напоминание о великолепии былого единства. Ленин слушает апассианату Бетховена. Воробей. За вышиванием. Работа Локтионова. В послевоенном советском искусстве идейность смягчена сентиментальностью. Но все сходятся на том, что живопись должна более ярко отображать жизнь. Понятные картины с сюжетом, подходящие для школьных сочинений. Слева мы видим, справа художник изобразил. И даже самого вождя народов теперь пишут в румяных розовых тонах. Полотно «Утро нашей Родины». Почти весь Пушкинский музей занимает теперь выставка подарков товарищу Сталину. К 70-летию, отмечаемому в 49-м году. Ирина Антонова пришла сюда работать в самом конце войны. И вдруг музея нет. Спущен в подвал. А вместо всего мирового искусства – презенты вождю. У вас, знаете, все было занято. И второй этаж, и первый этаж. Практически все. Огромные ковры и вазы с ликом вождя. Сталин на моржовом клыке и рисовом зернышке. На поверхности рисового зерна начертано 382 печатных знака, составляющих приветствия и пожелания Иосифу Виссарионовичу Сталину. Ничего смешного. Тут любовь народа и мастерство. Вместо древней Греции и Рима – свой античный бог-герой. Был такой один из самых драматических моментов в истории музея. Можно было предположить, что все-таки выставка была три года, даже больше немного, что она останется и навсегда. А что, 70 лет? Для кавказца совсем не старик. При жизни Сталина выставку кто закроет? Да и можно ли думать, будто что-то изменится после смерти? Надо к этим условиям приспосабливаться. Советский писатель-классик Илья Эренбург, с молоду выходец из парижской богемы, прекрасно понимает отношения с властью. Активист прокремлевского международного движения «За мир» он вовлекает туда своего старого приятеля Пабло Пикассо. Художник приезжает на конгресс движения в социалистическую Польшу. «За мир» Девушки отдыхают Надо, как я, курить сигареты, а не трубку Да ладно, ладно тебе Ну вот, готово Уже? Готово? Так быстро? Ну послушай, я ж тебя знаю, 40 лет уже Действительно Ну ты просто дьявол Дьявол, дьявол По-русски Ну пошли, куда обедать? Обедать Пойдем обедать Ты знаешь, эти твои борцы за мир такие зануды Черт Когда в Пушкинском музее картины Пикассо запрятаны в хранилище, а в залах подарки Сталину, Эренбург придумывает способ прорвать блокаду Надо, чтоб Пикассо прислал для Сталина, например, свою керамику Но художник от этого размена, пусть хотя бы тарелки, если нельзя холсты, уклоняется Пикассо только нарисует к сталинскому 70-летию плакат для французской коммунистической прессы Здоровья тебе, Сталин! Плакат незнаменитый, но будет другой, легендарный 40 лет назад Анри Матисс привел к Пикассо Сергея Щукина И тот стал покупать картины безвестного гения в Россию А теперь с подачи Матисса изменится судьба работ Пикассо в СССР Белый голубь, декоративная порода, ее в Европе называют миланская Четырех таких красавцев в 1947 году Анри Матисс, который держал целый птичник, подарил Павла Пикассо У того тоже тогда была голубятня Миланской породы несколько взъерошенный вид, но особенности оперения Но ведь можно считать, что это голубь мира бился с ястребами войны Пикассо тогда живет в маленьком южном городке Валарис Нарисовав голубя, долго добивается на литографиях прозрачного светло-серого цвета Чтоб голубь выглядел белым и легким Нарисовав голубойki Пкамал Вот ведь какая неподатливая птица Жадная, дрочливая, упрямая А вид ангельский Валарис Пикассо любит и дарит городу свою скульптуру «Человек с ягненком», которую потом гордо показывает Эренбургу и его жене. Пикассо к этому времени уже давно такой художник-многостаночник. Он живописец и скульптор. И в городке у него мастерская, где обжигают его керамику. И здесь он делает отчиск элитографии. Ну-ка, а так посмотрим. Ну вот, совсем другое дело. Не то, что раньше. Замечательно, прекрасно. Действительно, действительно прекрасно. Эй, иди посмотри, 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 как это смотрится на свет. Ну ты идешь? Идешь, нет? Через два года эту литографию выберут эмблемой Парижского конгресса, а потом и всего просоветского движения сторонников мира. Успех огромный. Голубку Пикассо знает все человечество. В СССР ее пропагандирует, конечно, Эренбург. Слышь, Вань, что пишут-то? Дружка своего выгораживает. Пикассо мастер. Голубь мира. Карлотан. Турмана нарисовал? Миллион получил. Голубь мира. Пикассо мастер. Голубь мира. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Самое начало хрущевской оттепели, когда все оттаивает. Художественные вкусы тоже. Я не верю, что это винтики на плечах в нашу землю держат. Ирина Антонова навсегда запомнила, как в конце 50-х через итальянский дворик проходила экскурсия испуганных старшеклассниц. Войдя в зал, они были ошеломлены, увидев фигуру Давида Микеланджело. И все они, как один, подняли платочки или какие-то воротнички, вот так вот, и постарались пройти мимо него незаметно. И вот теперь у этого Давида объявляют открытой выставку Пикассо великого и ужасного. Отзывы 1956 года. Поражает колоссальный талант. Гениальный художник. Мало назвать Пикассо растлителем, это величайший циник нашего времени. Как мог такой навоз попасть на выставку в наш отечественный музей? А король-то голый. Нина, одна из многих. Поражает, как может коммунист так не уважать зрителя. В центр выставки 1956 года торжественно помещают, конечно, девочку на шаре из собрания Ивана Морозова. Мол, с ней-то все понятно. И сразу видно, большая живопись. Большую часть картины «Девочка на шаре» занимает мужчина на хуру. Он воплощает спокойствие и тяжелый цирковой труд. Она – движение, легкую игру. Вряд ли в мировом искусстве найдется более тонко уловленный баланс, который вот-вот сменится движением. И чего, спрашивается, было прятать? В очереди на выставку стоят по пять часов. В конце рабочего дня, чтобы удалить, наконец, публику из залов, просто выключают свет. Вот ведь какая идет борьба за свободу, вкуса. И какое-то советское интеллигентское счастье. Разрешенная фронта. Искусство, которое в СССР принадлежит народу, разделилось на то, где все как в жизни, и на искусство не для всех, про которые народ говорит, да так любой ребенок намалюет. Когда, ну, неподготовленный к такому перевороту, да, осмыслению законов и задач творчества, человек подходит к картине Матисса или Пикассо, он видит это искажение, он видит эту ломку формы, привычной для него, но он ее отвергает. Ну, и первое, что приходит ему в голову, это мог бы сделать мой сын или моя дочь. А творческая интеллигенция, паломники в Пушкинский музей, именно детскость творчества и его восприятие считают новой искренностью. Эквилибристка на шаре Танечка Баранцова В лучшей детской книжке 60-х Денискиных рассказах Виктора Драгунского история о первой влюбленности в юную циркачку называется «Девочка на шаре». Оказывается, Пикассо уже может воспитывать советских пионеров, юных ленинцев отряд. Благодаря голубке, девочке на шаре, любительнице абсента, Пикассо в советском официальном иконостасе признанный современный западный классик наряду с Хомингуэем и Экзюпери в литературе и Феллини, лауреатом Московского фестиваля, в кино. Знаменитую фамилию, пароль освоит даже городской фольклор и будет сложена дворовая песня. Все, теперь в СССР, как в остальном мире, Пикассо и большое искусство не для всех, и москульт-ширпотреб. Остался у меня на память от тебя Портрет твой, портрет работы Пабло Пикассо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- немножко безответственным как ничего у них тут только нет и мумия лежит там и древний египет и античность и такие малопочтенные как считалось художники как там импрессионисты пост импрессионисты и так далее так так что в этом музее что-то случалось и что-то позволялось то что не позволялось в другом месте потому что запретить было очень легко очень просто ничего особенного не надо было сделать просто не разрешить вот все таки разрешали из учебного собрания слепков в сокровищницу оригиналов пушкинский при советской власти превратился быстро примерно полтысячи полотен эрмитажа национализированные частные коллекции и главная жемчужина ровесница музея половина галерей двух московских купцов-старообрядцев вот здесь мы в фламандском зале здесь картины йорненса снейдерса рубенса это замечательные художественные произведения это великие художники у них своя правда свое очень высокое качество у нас очень хорошие вещи отдельные вещи но по отношению к периода к эпохе ко времени это конечно все таки коллекции французской живописи 19 в начало двадцатого века коллекции щукиной морозы я имею ввиду и гогена и и ван гога и пикассо голубого периода и так далее старые мастера конечно национальное достояние с оговорками но признаны прогрессивные современные художники новаторы но они могут быть за границей у нас же стопроцентный социалистический реализм руководители партии и правительства посетили юбилейную выставку они дали высокую оценку многим произведениям однако в залах они увидели и такие полотна как не смотри невозможно согласиться с художниками формалистами один уродует человека другой унижает его это главу партии и правительства никиту хрущева в шестьдесят втором году завели в манеж на выставку московских художников рейти создает что-то несусветное свою фабрику уродов пытался защитить перед забравшимися скульптор эрнст неизвестный громя авторов картин хрущев обзывал их абстракцистами которые рисуют ослиным хвостом это тот же сталинский указ о закрытии музея нового западного искусства и даже погрубее у советских либералов козырь по-прежнему один коммунист пикассо теперь ему пролоббирована международная ленинская премия лауреатор тачится в ссср художников снова преследуют не возьму я вашу награду эренбург убеждает пойми пабло высшая премия авангардисту это охранная грамота его советским собратьям наконец пикассо посылает открытку приглашения черт встречает эренбурга вилла пикассо близ мужена она на заросшем тенистом участке и эренбург ради фотографирования эту самую непомпезную церемонию вручения международной ленинской премии проводит у старой стены каменной кладки скажи-ка а эту медаль носят на какой стороне на левой на левой у нас говорят что ленина нужно наносить у сердца ну давай вот хорошо спасибо приказ а коробочку да спасибо спасибо большое езжайте главное чтобы это было напечатано в ближайшем номере огонька проследить да илья григорьевич только я боюсь веселые снимки не пойдут это все равно какие пойдут главное чтобы был напечатано илья григорьевич я вас хотел спросить ну а правда что товарищ пикассо миллионер ну илья хорошо очень хорошо спасибо конечно журнал огонек напечатал только серьезное фото веселые не прошли а дальше то было еще веселее илья скажи как вот ленин ты говоришь во нужно у сердца носить ну да а ты знаешь где мое сердце нет не знаешь да нет смотри вот слушай ну нельзя же так и так шагом марш прекрати ладно давай выпьем твое здоровье своим чередом в музее изобразительных искусств проходит новая юбилейная выставка пикассо к 85-летию старца блокбастеры культурного обмена 100 шедевров музея метрополитен из нью-йорка сокровища гробницы тутанхамона из каирского музея джоконда из лувра выставку самой знаменитой картины в мире называют не иначе как визитом ее визит в нашу страну незабываемое событие для тысяч и тысяч поклонников искусства посещение было организовано как непрерывно двигающаяся очередь такая немножко мавзолейного типа когда не останавливаются но проходят мимо ну естественно все немножко задерживались и смотрели на картину и очень многие я наблюдала они уходили спиной назад то есть они пятились потому что пока они подходили они постепенно разглядывали картину а потом чтобы она осталась в памяти они пятились и выходили спиной это выставка одной картины именно как в мавзолей к нетленному божеству под пули непробиваемым стеклянным футляром джоконда приезжала еще сша и японию но в ссср высший гастрольный фурор в очереди в пушкинский музей нужно стоять полдня СССР в 70-е годы уже страна сплошных дефицитов но из бесчисленных советских очередей только эту в пушкинский музей снимает советская кинохроника мол ее нечего скрывать и даже можно гордиться неизбывной тягой духовным ценностям в обычный день очередь в длину фасада но если в музее громкая выставка то очередь поворачивает в переулок и тянется до конца квартала и даже дальше так сейчас осталось в нынешней потребительской москве за каким товаром или услугой поедут твердо зная что для начала нужно будет с полчасика подождать в очереди и конечно в этих очередях стоит невыездная страна люди которые знают что в париже они никогда не побывают в лувр не попадут и джагонду по месту прописки не увидят эта часть люди приходят такой давид я его видит тогда это было совсем по-другому знаете когда я в 56 году первый раз оказалась в италии но меня просто взяла академия художеств как человека знающим итальянский язык итальянское искусство то я уезжая из каждого города из венеции флоренции я просто рыдала же точно знал что никогда больше я там не окажется для меня это было очевидно вот один раз выпал такой шанс и все и он последний с семидесятых годов у пушкинского музея репутация исключительного ньюсмейкера здесь все время показывают такое чего не должен пропускать ни один человек считающий себя культурным а еще только в музее мирового искусства поневоле стихает советская пропаганда в здешних залах запад не враг и даже не соперник а франция с ее богатой культурой и влиятельной компартией почти братская страна здание центрального комитета коммунистической партии франции в париже в форме развивающегося флага проект великого архитектора двадцатого века оскара немейера он тоже был лауреатом международной ленинской премии большую часть столетия на западе особенно во франции понятия интеллектуал современный художник вообще деятель искусств означали левый если не коммунист то сочувствующий коммунистической партии большой друг советского союза чуть ли не все главные европейские авангардисты имели русских возлюбленных ольга хохлова жена пикассо елена диаконова гала жена сальвадора дали лидия делекторская модель и секретарь анри матиса их не считали антисоветскими мигрантками даже гордились мол кем бы были эти гении без наших мус вдова знаменитого французского художника коммуниста фернана леже надежда леже ходасевич приезжая в москву смело клеймила советскую официальную живопись одна с таким искренним возмущением говорила скажем о недалекости наших академиков в академии художеств которые не понимают что такое современность которые там где-то там тащится в плену каких-то старых устаревших идей представления и так далее и она была убеждена что она несет правильное такое авангардное современное понимание задач искусства сама способная художница надя леже выполнила эти мозаичные портреты своей подруги министра культуры ссср екатерины фурцевой и самого генсека брежнева мозаика по тем временам все-таки чересчур смело и портреты поместили в хранилище благодаря наде леже ирина антонова поехала в гости к последнему живому классику мирового и русского авангарда к марку шагалу в городок сан-поль-де-ванс на юге франции вошел и посмотрел на меня улыбнулся и сказал я похож на клоуна это было так неожиданно но вы знаете действительно был похож на клоуна в этот момент когда он говорил а вскоре эмигрант шагал смог единственный раз приехать на родину в московской программе визита конечно музей изобразительных искусств ирина ваш клоун приехал очень рада очень рада за харч какой дворец это дворец замечательно сколько лет я здесь не был шестьдесят боже марк захар чагал марк захарыч это ектина алексеевна министр культуры ссср очень приятно очень приятно а я как рада что же вы уехали марк захарыч сейчас были бы народный художник ссср клоун клоун прошу самая ценная для шагала в пушкинском музее анри матис родоначальник всего нового искусства прилететь из франции чтоб в россии смотреть лучшее собрание французского классика когда я ему сказала что у нас очень хорошие рисунки матис в чем большие настоящие крупные рисунки вот он сказал я очень хочу их посмотреть и вот в этот кабинет мы привели марка захарыча он сидел на этом вот стуле вот на этих стульях и он внимательно смотрел комментировал говорил он восхищался конечно этой совершенно поразительной линии матисса ее пивучесть ее это поразительно как одним каким-то движением матис выражал и характер и красоту и и позу и движение однако устроить в пушкинском музее прижизненную выставку шагала не удалось а единственное в советской прессе прощальное слово Ирины Антоновой в литературной газете ушел из жизни мастер ироничный и добрый сказочник веселый клоун с грустными синими глазами вызвало недоумение министерство культуры как можно писать что шагал был русским художником великий пианист святослав рихтер основатель музыкального фестиваля декабрьские вечера в музее изобразительных искусств имени Пушкина он жил в этом доме на шестнадцатом этаже и огромный новый рояль подарок фирмы Ямако не смогли поднять ни по лестнице, ни лифтом рихтер передал инструмент в музей рояль не без труда внесли в итальянский дворик Каждый год уже больше тридцати лет в Пушкинском музее музыкально изобразительный фестиваль концертная программа и художественная выставка пары очень разные как у Шерешат Рихтер а с девяносто седьмого года фестивалем руководит Юрий Башмет и музей Рембрандта мы представили афортом а Бетховита камерными произведениями, трио, квартетами и так далее и вы знаете получилось созвучие получилось созвучие поразительно было это или например двадцатый век музыка двадцатого века крупные композиторы Стравинский, Бриттен, Штаковичи, Прокофьев и книжная графика Матисса А где же наш маэстро? Японская телесъемка декабрьских вечеров восемьдесят третьего года играли романтиков три ша, как говорил Рихтер Шуберт, Шуман, Шопен неожиданно маэстро предложил Антоновой переворачивать ему ноты директор музея было разволновалась, но справилась и вышла как-то совсем по-домашнему АПЛОДИСМЕНТЫ Ничто не предвещало этой возможности и вдруг он говорит вы знаете что, вот на Blumenstück я хотела бы чтобы вы мне помогли с нотами Мы исполняем Blumenstück Хорошо Я думаю, что он хотел меня напугать он добился он добился полностью этого но сопротивляться было нельзя надо было это сделать Музыка 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 Своё современное искусство такое как в мире до конца советской власти останется запретным бульдозерная выставка Московские авангардисты решили показать свои работы хотя бы на пустыре. Власти сделали вид, что там идет воскресник. И, мол, его участники, увидев антинародную почкотню, по-рабочему расправились с богемой. В Пушкинском музее тогда же устраивают выставку «Европейский портрет». На ней вместе с западными впервые русские художники. Правда, только дореволюционные. Но ведь было же время, когда искусство границ не знало, и наши творцы дышали одним воздухом с остальным миром. И вот, скажем, соотношение портрета Ренуара Жанны Самари, одного из лучших портретов этого замечательного мастера. Ну, мы долго думали, как бы мы могли его показать, в каком контексте. И, в общем-то, вот решили, что вот для меня, скажем, самый крупный художник этого периода, всего отечественного искусства, это Валентин Серов. Ну, вот девочка с персиками. Само настроение и впечатление от этого образа, оно юношеского. Оно где-то сродни вот этой юной прелести, этой дивной Жанны Самари. А через 10 лет уже и советский период, и вообще вся культура ведут диалог с Западом на выставке с парным названием, будто пароль «Париж, Москва» и отзыв «Москва, Париж». Колоссальную панораму сначала показывают во Франции, в парижском центре Помпиду. Какое подходящее название! Столица Франции, Париж. В аэропорту Орли торжественно встречали прибывшего с официальным визитом по приглашению президента Французской Республики Жорджа Помпиду и французского правительства, генерального секретаря ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. При президенте Жоржа Помпиду Брежнев первый раз приезжал с визитом в Париж. Вот они, особые отношения с Францией. Где бы еще на Западе советского генсека так встречали? Жорж Помпиду Жорж Помпиду, в общем, ровесник Пушкинского музея. 1911 года рождения. Этот центр современного искусства Помпиду основал, как только стал президентом Франции в 1969 году. Вот его портрет. Искусство должно спорить, должно противоречить, должно протестовать. Ничего похожего на советские установки о партийности искусства и верности социалистическому реализму. Здесь в 1979 году проходит самая первая глобальная выставка о духовных связях двух держав. Париж, Москва. Великие французские художники из коллекций Щукина и Морозова, каких и во Франции-то нет. Их русские собратья. И русский авангард, самый смелый в мире. Работы, которые в СССР десятилетиями не выставлялись, и от которых французы теперь в восторге. Очень непростой вопрос. А какой советский музей такую выставку показывать будет? Сталинский парадный реализм уже выглядит пародией, но он по-прежнему официальный стиль. В 1981 году, когда привозят Москва-Париж, академик Налбандян пишет картину на 26-м съезде КПСС. Такие полотна на полном серьезе поступают тогда в Третьяковскую галерею, как современное искусство. И что, там же повесить Москва-Париж? Естественно, стал вопрос о том, что выставка могла быть расположена в Третьяковской галерее. Ну, тогда вот директор, вообще-то говоря, очень симпатичный человек, но точно знавший, что он должен делать и чего он не должен делать, он сказал, что этой выставки в Третьяковке не будет, что она могла бы состояться только через его труп. Вот. Ну, потом выступал представитель Академии художества, они также отказались. Ну, и поскольку я принимала участие, мне пришлось все-таки сказать, что мы выставку примем, и что трупа не понадобится. Культурная жизнь двух столиц, Москвы и Парижа, в течение первых 30 лет представлена в разнообразной многоплановой экспозиции совместной советско-французской выставки в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Советские идеологи требовали баланса, чтобы родимый реализм хоть как-то уравновешивал чуждый авангард. Но крен все равно заметный. Возвращены Кандинский, Филонов, Татлин. Снова поражает, возмущает черный квадрат Малевича. Его 40 лет не показывали. Слух «Там такое разрешили!» И сам девиз поверх барьеров «Москва-Париж» собирает огромные толпы. В последний день на выставку приезжает глава партии и государства. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев посетил выставку «Москва-Париж», развернутую в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Антонову накануне инструктировали «Хотя бы не показывайте товарищу Брежневу эти беспредметные композиции Кандинского». Ну, мне-то давались рекомендации там пройти мимо, но я сказала, что пройти невозможно. Мы просто упираемся носом в эти вещи. Ну как, я их не покажу большие, огромные картины. Товарищи Брежнева сопровождали оправдание могло быть одно – это революционное искусство. Революция ломает весь прежний мир. Большие художники заранее чувствуют, эти подземные толчки, они меняют язык живописи. Вот, распадаются привычные пластические формы. А далее Леонид Ильич, работа Павла Филонова. Да, да, да. Экскурсия заканчивается в Белом зале, где раздел монументальной пропаганды. Там картина Александра Герасимова, да, того самого, Ленин на трибуне. Наверное, это была единственная вещь, которую он знал до того, как он пришел к нам в музей. Но это всегда доставляет радость – увидеть знакомого. Пожалуй, я присяду. Полюбуюсь. Ему даже стул мы поставили, потому что он захотел сесть перед картиной. Какая хорошая выставка. Леонид Ильич Брежнев отметил, что эта выставка, а также аналогичная выставка, организованная в Париже, содействует укреплению традиционной дружбы между Советским Союзом и Францией. Катер Дневнич. Да, Леонид Ильич. Чувствуется, Министерство культуры поработало. Это очень важно в плане наших отношений с Францией. До свидания, товарищи. До свидания. Елена Александровна, все прошло просто прекрасно. Спасибо. Я тоже поеду. Петр Нилович, но у меня к вам как к министру культуры очень важный вопрос. Слушаю вас. Я просто сказала, что у нас имеется единственная собственно абстрактная картина в нашей коллекции, картина Кандинского. И мне бы очень хотелось ее показать. Он немножко помолчал и сказал, ну что же, на ваше усмотрение. Это, конечно, означает и под вашу ответственность. Но все. Запретного искусства больше не будет. Русский авангард реабилитирован и скоро станет национальной гордостью. И из отечественной культуры его дороже всего оценят мировые аукционы. Будто круг описав, все возвращается одно за другим. В перестройку, когда в части общественная инициатива воздадут должное Ивану Цветаеву, учредителю музея без указа государства. Перестанут стесняться происхождение средств на музей от богача-капиталиста Юрия Нечаева-Мальцова. Признают заслуги великих частных коллекционеров Ивана Морозова и Сергея Щукина, оставивших стране свои драгоценные собрания. Про расширение будущего музея речь зашла, когда еще только утвердили проект главного здания. Успехов вашему начинанию. Серж. Ну что, Роман Иванович, раз теперь вся колымажная площадь наша, то не отодвинут ли нам фасад сажений на 15? Садь. Если лет через 50 музей переполнится, по бокам можно вытянуть одноэтажные корпуса в греческом стиле. Да, узкие галереи с верхним освещением не нарушают ценности фасада. Мы можем оставить для будущего строительства лишь место. И чем больше, тем лучше. таким образом тут явится цельный музейный городок. Именно через 50 лет музей и впрямь переполнится и в 1961 году получит второе здание по соседству с главным. Потом еще и еще с трех сторон. А про превращение квартала на Волхомке в цельный музейный городок заговорят к 100-летнему юбилею. Ну, видите ли, музейный городок, так сказать, первоначальные импульсы для его развития, это все-таки чудовищная дефицит площадей. Не только для картин, прежде всего для зрителей. Есть такое понятие зрительское пространство. проект городка готовило бюро мировой архитектурной звезды сэра Нормана Фостера. Но, в самом деле, это культуральный квартал. И, что мы предпочитаем сделать, что связать здания существующие вместе, на высшем уровне, И также создать комплексы новых зданий, которые, как мастер-планы, приводят в развитие, который сейчас занимает миллион посетителей в год. 5 миллионов в период до 2017 года. Как мы знаем сейчас, это очень важно. Музейным пространством, кроме залов, тогда могут стать подземный вестибюль, соединенный со станцией метро Кропоткинская, пешеходные зоны между зданиями, киноконцертный зал и лектории, кафе, гвоздь проекта, выставочный центр. Главное место для московских гастролей мирового искусства. Нам нужно настоящее выставочное большое пространство. Вот сейчас, осенью прошлого года, часто так бывает, у нас одновременно было 7 выставок. 7. Где их располагать? У нас нет места для этого. Вот он придумал, как мне кажется, очень интересный проект. На участке под выставочный центр «Пятилистник» сейчас бензоколонка, которую предполагают перенести. Заправка ведомственная, кроме редкого спецтранспорта, никто ею не пользуется. У меня действительно кончился бензин. Они сказали, не-не-не. Я сказала, ну я директор музея. Нет-нет, нельзя. Я так уехала ни с чем. Неожиданная преемственность. Фостер свой «Пятилистник» спроектировал прозрачным. Вообще его прославили застекленные конструкции, с применения которых дерзкого по тем временам начинался музей. Шукхов, я думаю, является одним из моих героев, как инженер. И мы очень рады, на этом проекте, чтобы иметь этот великолепный рост, который он инженировал, и который очень много является частью из-за этого здания. Some of these buildings here, you can see, are very much about translucency, are about transparency, they're about creating spaces with natural light. В 1912 году, об этом не думали, конечно, но вышло, что в России ни до, ни после такого здания в таком месте под музей не строили. С 10-х годов собрание слепков и роскошная египетская коллекция, с 20-х картинная галерея, с 50-х московский правоприемник Государственного музея нового западного искусства, с 60-х самая активная в стране выставочная политика, с 80-х разрастание до музейного городка. Форпост мирового духа в двух шагах от Кремля. Дочь основателя музея Ивана Цветаева, великая поэтесса Марина Цветаева, первой изрекла истину. А стоять этому музею, сколько стоять в Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова